Проект «Стена» будет завершен. Несмотря на проблемы с бюджетом, Украина все же отгородится от России новым защитным сооружением. Сегодня приграничную зону проинспектировал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Глава правительства побывал в Харьковской области, где ему продемонстрировали, как именно будет выглядеть новая линия укреплений. Яценюк даже предложил амбициозному проекту особое название – Европейский вал. И отметил, что Киев планирует закрыть границу на надежный замок в течение ближайших трех лет. Спецрепортаж Андрея Амельченко из Харьковской области. На границе украинский премьер появляется эффектно за рулем военного спецавтомобиля «Кугуар». Как будет выглядеть комплекс укреплений «Стена» пограничники демонстрируют неподалеку от международного пункта пропуска Гоптовка. Через него с Украины идет автотрасса на российский Белгород и дальше на Москву. «Стена» или, как окрестил ее премьер, «Европейский вал» – это сразу несколько рубежей защиты. Идет противотанковый ров шириной 3 метра, глубиной 2 метра. После чего идет бруствер, соответственно, шириной до 3 метров, высотой до 2 метров. После чего идет контрольно-следовая полоса шириной 4 метра. Прокатная дорога для перемещения пограничных нарядов и проведения контрольных мероприятий. И там, где необходимо, оборудование забора с датчиками и видеокамерами. Пограничники демонстрируют премьеру несколько секций защитного забора разных типов. Какой именно будут устанавливать, пока не определились. Главный критерий – прочность. Проверить ее председатель правительства Украины пытается при помощи кусачек, но сломать ограждение у него не получается. Строительство приграничных укреплений премьер называет одной из главных задач правительства. При этом подчеркивает, речь идет не о создании рубежа между Украиной и Россией, а о строительстве северной границы Евросоюза. «Правительство считает это ключевым заданием оборудования границы, строительства этих укреплений, привлечения предприятий, работу для украинцев, потому что это является основой для получения безвизового режима, того, как остановить диверсантов, агрессора, дать возможность украинским вооруженным силам получить первый рубеж обороны против агрессора, каким является Российская Федерация». Точную стоимость работ по строительству стены или европейского вала украинский Минфин еще не назвал. Предварительно речь идет о более чем 150 миллионах долларов. Осилить такую смету самостоятельно бюджету страны не по силам. Поэтому власти рассчитывают на международную помощь. «Максимально получить помощь от наших международных доноров. Ее, конечно, не хватит, и нам нужно будет финансировать дополнительность государственного бюджета. Но что мы финансируем? Мы финансируем свою границу, мы финансируем свою оборону, мы финансируем свои предприятия, мы финансируем свои рабочие места». «Будущая стена призвана не только защитить Украину от военного вторжения, диверсантов и контрабанды. Надежная граница – это залог получения государством членства в НАТО и отмены визового режима с Евросоюзом, говорят чиновники. В Европе это понимают. Брюссель уже предоставил Киеву около 20 миллионов долларов на строительство укреплений. Теперь очередь Украины провести открытые тендеры, определить исполнителей строительных работ и окончить их в установленные сроки, то есть в ближайшие три года». Андрей Мельченко с востока Украины специально для РТВА.